Добрый день, дорогие друзья! С вами Монастырская кухня и Максим Сырников. Мы вновь возвращаемся в Срединский монастырь, точнее, в трапезну Срединского монастыря и пробуем готовить те блюда, о рецепте которых нам рассказал Келарь Срединского монастыря, отец Лавр. Я сегодня приготовлю два блюда. Первое, вам наверняка хорошо знакомо блюдо, которое во всем мире в том или ином виде готовят, это ягодное желе. Сегодня будет желе из вишни. Когда-то слово желе в русском языке не было, естественно, потому что слово французского происхождения. Но вот что интересно, что до того, как ягодное вот такое загущенное, студневидное блюдо начали называть желе, говорили бла-манже. Вот наверняка где-то в литературе вы встречали это слово. Собственно говоря, например, в пушкинскую эпоху, в начале 19 века говорили не желе, а бла-манже. То, что мы сейчас готовили, именно так бы и назвали. Использовали самые разные желирующие вещества. Я положил вишню в воду, добавляю сахарный песок и немножко проварю. Используется для приготовления желе самые разные вещества, которые вот эту самую консистенцию нам сохраняют. Чаще всего, к сожалению, к моему желатин. Желатин я не люблю и на кухне не использую. Сегодня я сделаю желе с помощью другого вещества, который, на мой взгляд, гораздо интереснее, вкуснее и, главное, почище, чем желатин. Это агар-агар. Вот если желатин производят на мясокомбинатах из не самых аппетитных частей коровьей туши, то, я имею в виду кожу, кости и прочее, то агар-агар готовится из водорослей. Во-первых, это, ну, как бы, действительно такое более чистое вещество. И, с другой стороны, оно абсолютно постное, в отличие от желатина. Желе на желатине в полном смысле этого слова постным назвать нельзя. Агар я использую примерно в таком количестве. Беру 10 граммов агара на стакан жидкости, на стакан нашего желе, то есть на 200 грамм. Густеет он ничуть не хуже, чем желатин, но использовать его гораздо приятнее. Главное, что можно потом в пост съесть то, что мы приготовили. Конечно, в русской традиции тоже были такие блюда. Было такое замечательное слово «дрожалка». Есть слово «заливное», которое вы тоже наверняка знаете и слышали. Но «заливное» больше относится к какому-то мясному заливному, рыбному, из птицы сделанное. А вот «дрожалка» – это такое общеуниверсальное деревенское, крестьянское, народное название. Вот всех этих самых студней, заливных и прочее, и прочее, и прочее. Понятно, почему «дрожалка», потому что вот эта консистенция студнеобразная, она так у нас дрожит при потряхивании. Вообще, есть еще несколько слов, ну, например, студеное. Вот слово «студень», которое сейчас почему-то неправильно называют «холодец». Вот это блюдо из мясного, которое спокон веков в России называлось студнем, принято называть «холодцом». Мне это не очень нравится, потому что еще в книгах, например, поваренных середины 19 века, например, в знаменитой книге 1861 года Елены Молховец, «Подарок молодым хозяйкам» под словом «холодец» подразумевался фруктовый десерт, загущенный как раз-таки всякими загустителями. И сладкий такой полусуп, полузаливное с ягодами. Вот это называлось «холодец» еще в середине 19 века в России. Потом почему-то мы начали называть «холодцом студень». Итак, у нас здесь четыре ингредиента. Вода, сахар, ягоды и агар-агар. Провариваем буквально после начала закипения на таком маленьком-маленьком огоньке провариваем две минуты, не более того. Разливаем по формам и отправляем на холодок для того, чтобы у нас это все застыло. Все просто и абсолютно всем понятно. Ну вот, кстати, агар-агар удобен еще тем, что вот если мы желатин будем кипятить две минуты, то желе у нас может не получиться в задуманном виде, может не держать хорошо форму. С агаром вот это такое кипячение тоже, конечно, нежелательно очень долго, но две минуты замечательно абсолютно у нас выдерживает. Конечно, очень важно, вот видите, я сейчас не перестаю помешивать венчиком наше будущее желе, потому что бывает так, что агар оседает на дно и прикипает ко дну кастрюли. Ну все, достаточно. Выключаю плиту и разливаю вот то самое блюдо, которое популярно в Срединском монастыре города Москвы, вишневое желе, разливаю по таким чашечкам-формочкам, где оно у нас загустеет, его можно будет в таком виде уже и подавать. Заливное ягодное желе Приготовить компот из вишни. Промытые ягоды залить холодной водой и, добавив при желании сахар, варить 30 минут после закипания. Немного остудить и процедить. При постоянном помешивании всыпать в компот желатин и немного прогреть на плите до растворения желатина. Ни в коем случае не допускать кипения. Желе разлить по формочкам и добавить в вишню из компота. Ну, а мы с вами приступим к приготовлению второго блюда, которое мне порекомендовали в Срединском монастыре. То, что у них готовится на праздничный стол. Это, ну, я скажу, как называется это в трапезной Срединского монастыря. Семга с овощами в терияке. Я взял на себя смелость изменить немножко рецептуру и само название. Я сделаю не семгу, а горбушу в медовом, такой медовой подливе, в медовом, ну, маринаде, ежели угодно. На мой взгляд, это тоже вкусно, ничуть не хуже, чем терияки. А вот гарнир к этой рыбе, в данном случае у меня горбуша. Дело в том, что семга – это рыба очень редкая в нынешнее время. Дело в том, что мы сейчас потеряли понимание того, что такое настоящая семга. Если вы посмотрите любой справочник или словарь 19 века, то обнаружите, что семга – это подвид сальма салер, атлантического лосося, который водится по всей Атлантике. Но при этом семга настоящая – это его подвид, который живет, кормится, размножается в бассейнах Белого и Баренцевого моря. И на нерест заходит только буквально какое-то ограниченное количество рек, такие как Печора, Варзука, Паной, Умба. Все остальное, то, что, ну, например, там где-то у берегов Шотландии или у берегов Швеции ходят, это все семгой назвать, ну, можно сейчас это и называют семгой, но в 19 веке очень бы удивились. Вот что касается, кстати, монастырской кухни и отношения монастырской кухни к такой рыбе. В одном из сохранительных документов 17 века как раз речь идет об одном из наших северных монастырей, ныне, к сожалению, не сохранившийся монастырь. Я подсаливаю, конечно, нашу рыбу, подсаливаю не до того, а только после того, как положил на сковородку, на маслице, на раскаленное. Сейчас сделаю такую медовую заливку. Я беру пару ложек меда для вот такой заливки нашей. Разбавляю водой. Разбавляю немножко из мельнички перца. Перец лучше белый к рыбе, конечно. И когда у нас рыба уже такая до полуготовности дойдет, я ее доведу до готовности вот этой самой медовой такой подливки. Обязательно добавив при этом лимонного сока. Но не вместе с этим маринадом, а по отдельности. Так вот. В монастырских книгах конца 17 века было написано, что вот братья купила себе на зиму три бочонка соленой лососины и одну бочку семги. Лососина было достаточно. Лосось водился даже там и в Волге, и в Неве, во всех озерах самых великих русских. Ладожская, Онежская, Селегер и так далее. А вот семга, семгу надо было везти откуда-то с севера, с дальнего, с Белого моря, с Терского берега. И рыба считалась, помимо того, что деликатесной, особо деликатесной, а это, она и по вкусу иная семга, чем проще атлантический лосось. Потому что там другая кормовая база, там другие условия существования этой семги абсолютно уникальные. Вообще помните, с чего начинается у Гоголя пьеса «Ревизор»? С того, что Бобчинский и Добчинский оказываются в гостинице, в местной, потому что туда нынче привезли свежие семги. То есть это для города, для провинциального города это событие. И специально приходили на свежую семгу. Такое было отношение к семге в России еще при Николаю Васильевичу Гоголе, там, в первой половине XII века. Поэтому, к сожалению, мы сейчас с вами называем семгой, ну, что попало. И норвежского лосося садкового, который кормится всякими комбикормами, антибиотиками, гормонами и прочим. Ну, или привезенного из каких-то более экзотических стран, таких как Чили, например, или Форельских островов. На самом деле семга – это абсолютно русская рыба. Это русский подвид атлантического лосося. Итак, готова наша рыба, готова наша горбуша в медовой заливке. Я сбрызгиваю ее вот так тут, по-простому, лимонным соком. Выключаю плитку, пускай она спокойненько дойдет. Конечно, это никакой нити рейки, абсолютно. Здесь нет ни соевого соуса, ни вот это самое глазирование. Но вкус рыбы с медом иногда удивительным образом сочетается. Я очень рекомендую такое попробовать. Тем временем я приготовлю тот гарнир, который в Сретенском монастыре московском. Келлорь отец Лавр рекомендует в качестве добавки к этой замечательной рыбе. Они там готовят жульен. Вот тоже одно из таких блюд, которое требует разъяснения. Потому что тут тоже у нас в родном отечестве с терминологией не очень удачно сложилось. Почему-то в основном считается, что жульен – это вот некое такое блюдо из грибов, курицы там или чего-то еще, сметаны, сливок, запеченное в жульеницах непременных. Вообще слово «жульен» из французского языка переводится как «июльский». Есть легенда такая французская о том, что существовал в конце XVIII века повар, которого звали Жан-Жульен. Вот этот Жан-Жульен придумал суп своего имени, овощной суп, в котором использовал особую нарезку овощей в виде такой соломки. И вот такая нарезка, собственно говоря, не называется жульеном. В советской кухне почему-то в каком-то одном из ресторанов, я слышал разные версии, но основное говорили, что это в ресторане «Метрополь» в бывшем Ленинграде в Санкт-Петербурге. Придумали еще в советские времена вот это блюдо, назвали его жульеном, добавили туда шампиньоны. И с тех пор вот с нелегкой руки этого шеф-повара отечественного в родном отеле у нас в России почему-то слово «жульен» стало обозначать вовсе не то, что оно изначало изначально. Итак, для нашего жульена я нарезал жульеном, то есть вот такой соломкой, нарезал лук-порей, морковку и корень сельдерея сейчас нарежу еще. Вот такой это полусоломка, полубрусочек при приготовлении любого блюда из разных овощей, когда вот в одном блюде несколько овощей готовится, очень важно помнить, не всегда, но очень часто, важно помнить, что все они нуждаются в какой-то вот определенной тепловой обработке, которая может быть очень отлична от другого овоща. Вот смотрите, как я делаю. Я, ну, естественно, масло добавляю в сотейник, да, растительного, накрываю, чтобы масло у нас было такое хорошо-хорошо прогретое. И после того, как оно прогрелось, я сначала обжариваю морковку. И после того, как у нас морковка зарумянится, я добавлю сначала сельдерей, и уже в самый последний момент, уже перед самым концом добавлю порей. И вот тогда у нас все виды овощей, они будут примерно одинаковой степени готовности к определенной секунде. Задача стоит не обжарить до полной мягкости, чтобы у нас такая морковка была разваренная, распаренная, разжаренная, а чтобы она была подрумянилась, чтобы появился вот этот замечательный, очень вкусный, очень мною любимый вкус и запах жареной морковки, но в то же время внутри она все-таки сохраняла вот такую определенную хрусткость. Вот то, что в итальянской кухне называется аль денте на зубовах. Вот такой незамысловатый простой гарнир почему-то у нас малоизвестен и, ну, в общем, не очень популярен. У нас все больше стараются картошку какую-нибудь там в качестве гарнира, макароны, каши, крупы. А вот такие овощи вполне себе могут служить, именно нарезанные жульеном, да-да, вот тот самый жульен, без сливок, без шампиньонов, без курицы. Может служить замечательной, очень вкусной, даже вот, извините за выражение, полезной и здоровой добавкой, гарниром и к мясному блюду, и к рыбному, а к любому другому. Я добавил сельдерей, корень сельдерея. Я очень люблю жареный сельдерей. Всем, кто не пробовал никогда пожарить сельдерей, очень рекомендую это сделать. И при том нарезку сделать, вот именно такую, нарезку жульеном. Соль, сельдерей и чуть-чуть капелька лимонного сока. Это очень вкусно. Может быть, даже напоминает чем-то жареную картошку, но с этим замечательным тонким сельдерейным ароматом. И, конечно, не такую тяжелую, как жареная картошка. В последний момент я добавляю пари. Пари буквально у нас полминуты прогревается. Когда-то, очень давно, в начале 80-х годов, в первой половине 80-х годов, едва с друзьями, закончив школу, впервые пошли в ресторан «Метрополь» в Ленинграде тогда еще, на Садовую улицу, и попробовали как раз вот именно тот самый знаменитый жульен. Он, конечно, был очень вкусный, но когда я узнал, что это не жульен, я решил приготовить все-таки жульен по всем правилам. И понял, что и то, и другое вполне достойно внимания, уважения и того, чтобы это было приготовлено в профессиональной кухне. Очень важный момент. Я сейчас выну наши обжаренные овощи и переложу их на салфетку, для того, чтобы у нас излишки жира впитали в салфетку и не мешали нам насладиться вкусом этих самых овощей. И, кстати, жир потом можно, ну, например, использовать для приготовления какого-то соуса, если у вас в тот же день или даже на следующий день что-то предстоит готовить другое. Он пропитался, конечно, всеми этими вкусами, ароматами. Рыба очень хорошо сочетается с овощами. У нас почему-то не так часто готовят рыбу с овощами, как в других странах. Я вот очень рекомендую все-таки это делать. Особенно, когда вот такая вот рыба какая-то морская, издалека привезенная, которую надо размораживать. С овощами очень хорошо сочетается. Ну вот, как-то так. Естественно, что сверху мы это чуть-чуть совсем приукрасим зеленью такой мелко-мелко порубленной. Я к рыбе предпочитаю петрушку, но сейчас вот такой каприз у меня еще добавить сюда немножко укропа. Мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Замечательная закуска. Легкая, вкусная, постная. Если речь не идет про Великий пост, про строгий пост. И закуска, и горячее блюдо, как угодно это назовите. Рыба с жульеном из овощей. Семгу быстро обжарить на сковороде. Положить в глубокую емкость и довести до готовности в духовке в течение 7-10 минут при 200 градусах. Овощи нарезать соломкой. Сбрызнуть оливковым маслом. Для соуса на сковороде растопить ложку меда, добавить апельсиновый сок, соевый соус и проварить до загустения. Добавить зеленый лук. Положить семгу в соус и прогреть на медленном огне с каждой стороны по 2-3 минуты. Подавать лимоном и овощами жульен. Ну а сейчас я жду с нетерпением Олега Робинова, искусствоведа, историка, который придет сейчас. Мы с ним все это попробуем. Надеюсь, ему понравится. И надеюсь, что он в знак признательности расскажет какие-то истории о Срединском монастыре. Основанная более 600 лет назад сыном Дмитрия Донского обитель, Срединский мужской монастырь, была свидетелем многих ярких событий в истории Старой России. Соляной бунт, вызванный налоговой политикой боярина Морозова, в 1648 году начался под стенами Срединского. Война 1812 года также оставила свой след. Московский пожар не затронул монастырь, но он был разграблен французскими солдатами. А 12 декабря 1812 года крестные ходы, освещавшие заново Белый город, сомкнулись у стен Срединского монастыря. Привет, Олег! Привет, Максим! Как дела? Хорошо, отлично! Ну, я думаю, что будут еще лучше, если ты попробуешь блюда, и которые я приготовил сегодня по рецептам Срединского монастыря. Вот, как ты думаешь, как называется вот то, что вот вокруг вот этот гарнир из овощей? Как он называется? Вижу, что овощи. Ну? Вот хочешь верить, хочешь не верить, но вот это то, что на самом деле называется жульеном. Вот это и есть жульен. Это овощи, нарезанные определенным образом. А внутри рыба в медовой заливке. Очень хочу, чтобы ты попробовал. Я, правда, честно скажу, что то, что готовят в Срединском монастыре, все-таки другой вид имеет и, вероятно, другой вкус тоже. Я тут позволил себе такую фантазию поиграть, но уверен, что в Срединском монастыре лучше готовят, чем я. Ну, надеюсь, что тебе это тоже понравится. Да, очень вкусно. Самый необычный жульен, который я ел. Но тем не менее, это самый настоящий жульен. Очень вкусная рыба. Мне тоже очень нравится. Здорово. Отличное блюдо. Спасибо. Вообще, Срединский монастырь развивается в наше время очень стремительно. И там ты знал, что даже есть центр изучения Туринской плащаницы. Нет, не знал. Вот как раз российский центр изучения плащаницы находится в Срединском монастыре. И там, в Владимирском соборе, есть копия с плащаницы. Копия видел. Поэтому каждый может прийти и посмотреть это негативное изображение спасителя. Очень интересно. И прямо вот центр был создан? Да, научный центр. Да, ты знаешь. Поэтому вокруг Срединского монастыря и собиралась вот и в 90-е годы, и, наверное, в начале 2000-х, и научная интеллигенция. Вот второе блюдо, которое я сегодня приготовил, оно, на самом деле, очень просто. Готовится отнюдь не только в Срединском монастыре, но, тем не менее, вполне достойно того, чтобы его попробовать с удовольствием. Оно постное абсолютно. Я даже использовал место... Ну, это желе вишневое. Как видишь, в общем, ничего такого. Бламанджер, как сказали бы в начале 19-го века. Ничего хитрого здесь нет. Единственное, что я использовал не желатин, как водится у нас, а агар. Желе. Ну, конечно, такого легкого перекуса вполне себе. Да. И очень здорово, что там много вишни. Мне тоже нравится, когда много ягод в желе. Спасибо, Максим. Я как раз с работы пришел из музея. Очень голодный. Спасибо тебе за интересный рассказ. Дорогие друзья, с вами была Монастырская кухня Олег Робинова, Максим Сырников. Подписывайтесь на наш Инстаграм, следите за новостями. С нами не только вкусно, но и интересно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok